На этой неделе при храме Рождества Христова начал работу детский спортивно-здоровительный лагерь под руководством опытных тренеров-инструкторов военно-патриотической секции храма. Здравия желаю, товарищи кадеты! Здравия желаю, товарищ инструктор! Христос воскресе! Воинственное воскресе! Со словами напутствия к ребятам обратился настоятель храма Рождества Христова, протерей Александр Игнатов. Главное, напомню вам слова Александра Васильевича Суворова, который говорил, чем меньше удобств, тем больше храбрости. Когда дома все на месте, все вкусно, все удобно, тепло, то откуда храбрость? А когда в поле, среди таких серьезных условий природных, когда физическая нагрузка, когда преодоление препятствий, храбрость появляется. Давайте скажем эти слова Суворова, все вместе постараемся их запомнить. Чем меньше удобств, тем больше храбрости. Вот я желаю вам храбрости, чтобы и при удобствах вы оставались храбрыми, сильными, а самое главное, любили Бога, слушали своих родителей и своих наставников. От имени казаков храма Рождества Христова ребят поприветствовал Олег Иванович Белый. Сегодня стартует наш летний традиционный лагерь военно-патриотической подготовки. Большая на вас ответственность сложится сегодня, вы все это должны знать. Мы надеемся, что вы за это время, проведенное в летнем спортивном патриотическом лагере, проведете для себя с пользой. Подготовитесь, окрепните, получите новые навыки и станете настоящими воинами и защитниками будущим нашего российского государства. В течение двух недель ребята будут обучаться основам туристической подготовки, узнают, как развернуть палаточный лагерь, разжечь костер в экстремальных условиях. Также пройдут занятия по стрельбе из лука и винтовки в тире, сборки-разборки автомата. Запланированы занятия в веревочном парке. Работа летнего лагеря не ограничится только физической подготовкой. В распорядке дня предусмотрены просмотры православных фильмов и мультфильмов, творческие занятия. Преподаватели и инструкторы лагеря проведут уроки по рисованию, акварелию и моделированию, лепке и созданию панно. Во всем этом им будут помогать вожатые. Но самое главное, что день в летнем лагере для всех ребят начинается с молитвы. А священнослужители храма проведут занятия в рамках программы «Час духовности». Нам в лагере нравится строгая дисциплина. Дети не слушаем, отжимаемся, еще хорошо кормят. Будет прокопаться бой, драться, борьбой, боксом. Не, ну боксом это не точно, но борьбой точно будет. Я хотела бы, чтобы здесь было побольше детей. Тут так много по природе, особенно летом занимаемся. Очень здорово. Пожелаем ребятам хорошо провести лето, приготовиться к школе, стать сильнее и дружнее и вырасти достойными гражданами своей страны, своего дорогого отечества.